Всем привет! Мы вернулись! Это четвертый сезон подкаста «Кот и кофе». В наш подкаст мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем кофе и говорим об интересных, где-то хайповых вещах сферы IT простым языком. Сегодня у меня в гостях создатели нового поколения аналитиков, по крайней мере, вас так называют в кулуарах. Это Дмитрий Казаков, директор аналитики из Колеса Групп и Анатолий Карпов, CEO Carpov Kursis. Ребята, привет! Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в подкаст. Привет, Кристин! Всем привет! Будет здорово, если каждый из вас расскажет немножко о себе и чем вы сейчас занимаетесь. Меня зовут Казаков Дмитрий, я директор по аналитике Колеса Групп. В компании Колеса я уже больше четырех лет, ну, все это время я работал с аналитикой, пришел с самых, как бы, нижних позиций, так сказать, просто простым BI-аналитиком, дата-аналитиком, дата-сантистом, тем лидом и дорос до директорства. А вообще в данных я уже больше 12 лет, то есть я работал в консалтинге, в маркет-ресече, в финтехах, в банке и вот в итоге попал в продуктовую аналитику, в продуктовую компанию Колеса Групп. Вообще по образованию я ни разу не математик, не компьютер-сайенс. Какой неожиданный поворот! Да, я пришел из менеджмента в итоге, но мне, конечно, всегда нравилось работать с цифрами, эконометрика, статистика, она всегда меня манила, заманила, но в итоге я все равно сейчас как бы больше, ну, как менеджер работаю. А вот твой карьерный трек, он с чего начался? В какой момент ты понял, что все, ты переходишь в аналитику? Ну, если прям совсем самое начало, то я вообще был там менеджер по продажам в полиграфии. Серьезно? Это было в студенческие годы, да, это очень давно было и неправда. Работая в маркет-ресече, я работал как с количественными методиками анализа, там тоже есть все наши любимые выборки, доверительные интервалы, правильный подсчет размера выборок и стат-критерии. И там я все чаще понимал, что, ну, ребятам надо уметь честно говорить, что вот это работает, это не работает. И мне нравилась вот эта роль говорить, это хорошо, это плохо. Где-то у меня, видимо, есть такая потребность. И постепенно-постепенно как-то вырулило, что я вот сейчас тут. Очень интересная история. Толя? Да, я, наверное, тоже, как и Дима, попал в Data Science не из математического направления. Я вообще в целом математику всегда любил, и даже когда школу заканчивал, я хотел поступать на матмех, а потом в силу не до конца ясных причин оказался на психфаке. Я закончил психологический факультет, причем закончил его усиленно, я закончил специалитет, аспирантуру, то есть я прямо занимался психологией, но не той психологией, которая связана с консультированием, а психология, то, что называется Cognitive Science, это про то, как ученые пытаются понять, как человек мыслит, как он принимает решения. И на удивление там очень много математики, программирования, нейронных сетей, статистики. Статистики, да. А потом еще в университете тоже появилась статистика как раз-таки математическая, программирование, и стало понятно, что в какой момент времени вот эта часть, вообще как устроены нейросети, как работает математика, как работает статистика, мне даже стало сильно интереснее, чем тема моих научных изысканий. И постепенно у меня довольно такой классический случился переход для многих моих коллег, которые из академической жизни перешли в индустриальную жизнь. Вот. Я начал свой путь с карьеры аналитиков в компании Stepik, как раз-таки там, где записывал курсы по статистике. Вот. А дальше тоже волею судеб мне удалось попасть в ВКонтакте. Вот. Одним из первых аналитиков вообще, которые там еще тогда были. И с этого уже начался мой путь такой серьезной, большой работы в мире данных. Постепенно, постепенно, в параллельность работы я занимался образовательными проектами, и в какой-то момент времени это стало уже даже более важным для меня направлением. Вот. И сейчас я возглавляю вот школу по Data Science. У тебя есть классный практический опыт за плечами. Обычно, наоборот, люди изучают огромное количество теорий, потом идут в практику. У тебя получается ровно наоборот. То есть ты из практики решил перейти в теорию. Почему так? Ну, слушай, тут, наверное, знаешь, это такой... Я сначала из теории перешел в практику, потом из практики в теорию. То есть у меня как бы круг замкнулся. Да, в университете-то как раз я очень часто много занимался чисто такой академической наукой и академической статистикой, и академической математикой, если так можно выразить. Потом, разумеется, как бы я перешел, да, в практическое применение. Но, если честно, знаешь, я до конца даже не очень люблю вот это такое разделение на практику и теорию, потому что на самом деле, в реальности, эта грань гораздо тоньше, чем кажется. Конечно, есть такая вот чистая, совсем рафинированная математика, которая изучает какие-нибудь многомерные подпространства, которые мало связаны с реальностью. Хотя и там выясняется, что на самом деле приложений достаточно. И поэтому в этом смысле для меня как-то это всегда вещи были абсолютно бок о бок. То есть особенно когда работаешь в индустрии, как только ты понимаешь про какие-то теоретические моменты, какие-то новых методов, новых подходов к тем же МБТСам, статистике, практически сразу получается это применять на практике. То есть в этом смысле я бы не сказал, что я чувствовал прямо, что у меня был какой-то такой очень качественный переход из одного состояния в другое. Очень интересно. Сегодня аналитики — это же такие специалисты, которые собирают очень много информации, данных, и на основе вот этих данных помогают принимать бизнесу правильные решения. В то же время аналитики где-то, наверное, соединяют технологии и бизнес, и опять-таки влияют на показатели, то есть могут где-то их улучшать. Можете вот рассказать вообще, кто такие аналитики, что это за чудо-специалисты? На самом деле такое направление как аналитика — это как бы не новая профессия, конечно. То есть она, в принципе, всегда существовала. Там ещё в советские времена были направления статистик, вот, допустим, из служебного романа, да, там он главный герой, он был статистик. Дата-сантист. Дата-сантист по-нашему, да. Вот если вы хотели посмотреть, как раньше выглядят дата-сантисты, то да, вот можете служебный роман посмотреть. Принято аналитикам называть... Аналитики разные на самом деле бывают, там на самом деле прям чёткой спецификации до сих пор такой нет. Есть действительно там бизнес-аналитики, системные аналитики, дата-аналитики, продукт-аналитики, BI-аналитики, там их очень много. Но если в целом говорить, аналитики — это ребята, которые помогают, обрабатывая данные, находить какие-то полезные инсайты в данных, какие-то паттерны, подсказки, будущие риски, и эту ценность давать бизнесу, и избегать каких-то проблем в будущем или принимать правильные решения. Да, аналитики действительно очень многогранная история. Во многом потому, что, наверное, область ещё не до конца сформирована. И даже вот термин «дата-сайенс», он сам по себе подсказывает, что что-то не так. Потому что, например, термин «компьютер-сайентист», он не существует. То есть есть компьютер-сайенс, но мало кто скажет, что я работаю компьютер-сайентистом. Да-да-да. А дата-аналитиком, дата-аналистом — да, как бы это нормально. И я просто допомню, Дмитрий, да, что как бы очень много вот этих направлений аналитики. И помимо того, что аналитики помогают зачастую бизнесу с какими-то решениями, есть ещё и вторая важная часть, что аналитики очень часто помогают просто в принципе работать с данными и с их хранением, с их доставкой для пользователей. И вот как раз-таки в моей там больше практике я скорее вот тот аналитик, которого даже в каком-то смысле можно назвать дата-инженером. То есть это как раз человек, который скорее даже не про то, как именно принять какие-то решения основываясь на данных, а скорее как эти данные сохранить, обработать, визуализировать и вот помочь тем людям, которые уже на основе этих данных приводят какие-то решения, просто эти данные получить, грубо говоря. Вы сами сказали, что в аналитике очень много ответвлений, так же как и специализаций. Давайте тогда, наверное, немножко поговорим вот о том, кто такие BI-аналитики, кто такие дата-аналитики. Это всё очень условные такие отсечки, потому что на самом деле в одной компании дата-сантист это то же самое, что дата-аналитик в другой, или BI, или наоборот. Это всё очень условно. Но вот мы, допустим, для нашей команды условно так делим, что дата-аналитики – это всё-таки ребята, кто больше про работу с бизнесом, про продуктовые выводы, про презентации и брейнштурмы, но аппарат, который они используют, это, по сути, всё то же самое, что как бы дата-сантисты, так сказать, более продвинутые ребята. То есть они могут и регрессию построить, и кластеризацию данных, и с временными рядами работают. При этом они там вороночки какие-нибудь могут построить и провести эксперимент, АБТ-тест или ещё что-то. То есть по самому аппарату они как бы всё те же дата-сантисты, можно сказать. Но предметная область, которую они применяют, это, конечно, более бизнес, более работа с менеджерами. Вот. Дата-сантисты условно у нас, но у нас такого позиции нет, дата-сантисты, у нас есть и мел-инженеры. То есть это прям сразу говорит о том, что это ребята более инженерной специальности, так же, как, допустим, там софтвэй инженер, например. Они делают готовый какой-то продукт инженерный, ну, с какими-то ML частями, с искусственным интеллектом. Они именно больше заточены под оптимальный код, доведение до продакшена, быстродействие, там, state of the art решения, нейроночки глубокое, вот это всё обучение и прочее. Вот. Ты ещё говорила BI-аналитики, да, по-моему? BI-аналитики, это тоже ближе к бизнесу, но вот это буковки BI, это как бы business and challenges, да, сокращение. Это как условно тоже, BI-аналитики, это ребята, кто также дают выводы бизнесу, но больше ориентируясь на какие-то визуальные способы отображения, то есть там есть какие-то разные инструменты, там Tableau, Power BI, то есть они готовят какие-то системы отчётности, находят там быстрые инсайты. Допустим, BI-аналитики редко проводят эксперименты, ну, вот. У нас, например, такой позиции как BI-аналитик, нету чистой, у нас вообще фуллстак такие ребята, дата-аналитики мы их называем. Толя? Да, мне кажется, Дима в целом тут такую границу правильно не прочертил, потому что можно как бы от обратного подойти к вопросу. Есть люди, которых просто называют аналитиками, они, например, могут работать в консалтинге, и это люди, у которых там главный инструмент, это в прямом случае слово там Excel. Это не делает их плохими специалистами, просто они не занимаются условно хардскилами, они получают на вход какие-то данные, а дальше принимают своим умом важное решение, вот, там, как, так или иначе, бизнесу в этой ситуации поступать. Так вот, как к консалтингу, к консалтер-аналитику может прийти просто владелец, допустим, там, недвижимости и спросить, что с ней делать в центре города, вот куда ее сдавать. И вот как бы аналитик проанализирует и поймет. И как только мы к этому человеку добавляем дата в начало, получается, дата-аналитик, ну, в принципе, действительно, кажется, получается то же самое. То есть, есть довольно важный заход в доменную область. Все-таки человек, который работает дата-аналитиком, допустим, там, в сервисе такси, он, понятное дело, занимается анализом данных такси. Но при этом, да, вот то, что его отличает от обычного аналитика, это такой джентльменский набор хардскиллов, языки программирования, работа с базовыми данными, работа с физуализацией. И дальше, наверное, в зависимости от того, вот что из этих трех вещей у человека превалирует, даже четырех, хардскиллы и доменная область, вот и можно как бы потихонечку получить либо такого чистого дата-инженера, который вообще не знает, что там за бизнес происходит, он занимается тем, чтобы данные лежали на месте. Или, например, такого высокоуровневого аналитика, который тоже при желании может из SQL-ки сам что-нибудь написать, достать, но он вообще не в курсе, что это там за колоночное ПД под капотом, он решает уже чисто аналитические задачи, какую там скидку выдать кому, в какой ситуации. Я вот недавно прочитала на ВИСИ статью как раз-таки про аналитиков, и там есть такой момент, что чаще всего, они даже исследования, кажется, проводили, и там есть такой момент, что в аналитику идут по двум причинам. Первая причина – это то, что модно быть аналитиком сейчас. Вторая – это то, что за это очень много платят. Вот что вы думаете на этот счет? Дима правильно сказал, что, наверное, на пустом месте стереотипы не рождаются. По поводу того, что аналитика – модная, интересная профессия, ну, с этой частью, наверное, тяжело спорить. Вот, то есть, как бы, вот я там работал аналитиком, мне понравилось, как бы, вот, я не могу сказать, вот, что эта работа неинтересная, вот. И действительно, возможно, немножко эта тема перегрета, потому что, я помню, там даже вот этот знаменитый слоган «Самая сексуальная профессия 21 века» на профессии здесь вот. Наверное, все-таки это немножко переоценено. По большей части ты просто пишешь код, да, как бы, вот, запросы базы, там, графики строишь, это не то, чтобы, как бы, да. Вот. Но все равно, конечно, это классно, вот. Вот. А по поводу денег тоже вот я, как, вот мы учим аналитиков, и это один из самых популярных вопросов, сколько мы будем получать на старте. В принципе, вопрос понятный, люди хотят как-то свою инвестицию в обучение отбить. И здесь тоже, я, как бы, всегда отвечаю ребятам, что будьте готовы, что на старте ваши зарплаты могут вообще вам показаться довольно не сшивательными. То есть, даже в Москве, там, в крупных компаниях вы можете на старте, на стажировке, там, на какой-нибудь стартовой позиции, там, получать, условно, 500 долларов, вот. Ну, это не какие-то огромные деньги. Вот. Наверное, здесь просто важно понимать, что, вот, как бы, если на какой-то там другой работе вы можете получать на старте больше, чем в IT, но вот скорее, как бы, скорость роста в IT, конечно, выше, чем в других профессиях. И в этом смысле этот стереотип оправдан, вот, но только надо сделать маленькое уточнение. Чтобы получать 300к в секунду в IT, это возможно, но это не так работает, что ты прошел один курс и все, как бы тебя с руками оторвали в топ-компании. Если вы ищете профессию и у вас, ну, как бы, основная идея, что вы хотите туда пойти, потому что там модно и много платят, это, наверное, плохая идея с такой мотивацией. Ну, да. Толя сказал, что на самом деле должно нравиться и вот все классные аналитики, ну, с которым я работаю, кого я знаю, у них есть такое внутреннее ощущение кайфа от раскрываемого какого-то, от какой-то раскрываемой неизвестности, то есть какая-то исследовательская такая жилка внутри должна быть. Вот ради этого даже иногда можно там на старте, будучи джуном, получать, возможно, не так много, но в будущем, если у вас эта жилка есть, то вы, наверное, добьетесь крутых, ну, крутых высот в аналитике. Если посмотреть на сайт HeadHunter, в июле 2022 года было размещено порядка 10 тысяч вакансий аналитиков, из которых 700 компаний были готовы брать вообще ребят без опыта. Вот мне бы хотелось, чтобы вы со своей стороны сейчас тоже как-то оценили рынок, в каком состоянии он сейчас находится, и если у вас есть тоже аналогичные проблемы, например, с тем же наймом, то как вы их решаете? Джунов, либо ребят, кто считает, что они джуны, они хотят прийти в профессию, их куча на самом деле. Там вот входящая воронка, она очень большая. Но по-настоящему как бы готовых даже на уровне джуна, ребят, их значительно меньше. То есть, ну, как бы мы, скажу так, не избалованы специалистами там уровня миддл, и тем более синеров. То есть, это такие звёздочки, которые, когда мы видим, мы их сразу. Да, пойдём, у нас хорошо. Вот. Поэтому, наверное, цифры где-то правдивые, что да, много кому нужны такие аналитики, а по-хорошему, наверное, ребят не так много. Как вы решаете такую проблему? Да, как мы решаем? Ну, мы решаем просто обучением внутренним. То есть, у нас было несколько периодов. Это как вот там период торга, принятия. То есть, иногда я как директор, я говорил Эчарам, всё, минимум миддл мне нужен, всё, идите, ищите. Мы ждём там полгода. Все стараются, все пытаются найти, не могут найти. Эчары на меня уже смотрят такими глазами. Дим, ну, может, всё-таки там хорошего джуна. И несколько таких итераций я понял, что всё-таки надо стараться брать, ну, классный джунов, классный, если с хорошими софт-скилами, и доращивать их в команде. То есть, доучить питон, статистику, там, ML-ку всегда можно. Если классные софт-скиллы, то, ребят, мы с удовольствием растим. У нас тоже есть там стажировки и прочее всякое. В России очень похожая ситуация. Во-первых, в целом, я думаю, как и в Казахстане, наверное, есть такой график, такой принцип Парета, что там большую часть вакансий генерирует довольно немного компаний крупных. Там вот в России, если мы говорим, Яндекс, Мэйл, Банки, Телефония. Вот. И, во-первых, ну, да, джунов нанимают. Вот. И, во-вторых, да, сеньоров на них очень сложно. Даже работая в ВКонтакте, вот я в своё время, или там в Мэйле, ну, это классная компания с очень классным брендом. И, конечно, мы нанимали сеньоров и медлов, но это была задача не на один день. Вот. Поэтому абсолютно верно. Все большие компании довольно часто идут по пути стажировок. И вот у нас, например, тоже я вот сколько нанимал ребят. Я вообще боюсь сейчас соврать, но кажется, что практически вот все команды, где я был и руководил процессами, как раз-таки ребята мои выросли со стажировок из журналистских позиций. Самая эффективная. Да, 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 да. Похожая история. Вот. Потому что, действительно, это очень работающая схема. И я, на самом деле, бы еще тот же один нюанс сказал. Вот тоже как раз-таки к вопросу про джунов. Джуны теперь тоже меня иногда спрашивают, ругают. Говорят, Толя, ты посмотри, вот там на Хантер написано, что там 900 откликов на эту вакансию. Это же вообще невозможно, значит, устроиться на работу джуном. В целом, да. Вот. Но есть маленький нюанс. Все-таки, когда устраиваются на работу, работодатель уже не просто монетку подбрасывает, выбирает любого из 900. То есть, это некоторая условная вероятность. Из этих 900 человек, как сказал Дима, действительно не так много людей прямо вот фитится под эту вакансию. И если вы, как бы, точно там очень хорошо тащите набор хардскиллов, понимаете сферу, насколько это возможно, будучи на стартовой позиции, то не нужно пугаться, что там вот такое вот большое число. Потому что оно действительно часто создается тем, что рынок немножко перегрет. Просто люди думают, что в любой непонятной ситуации откликаешься на возиться аналитика. А какими тогда нужно обладать хардами, софтами, чтобы прийти в профессию? Слушай, сложный вопрос одновременно. И одновременно простой. Простой, потому что все-таки есть довольно понятный стек. То есть, ты должен очень хорошо пробовать на питончике. Немножко R, где еще используется, но уже практически... Кстати, не знаю, как он. Мы используем. Я помню. У нас есть пакеты, которые в питоне пока не созданы. Мы с удовольствием R кой юзаем. Ну, это я сам начинал с R, но потом в России рынок рассудил. И практически весь индастриал аналитик он на питоне у нас. Хотя мои коллеги, например, очень хорошие, кто-то, наверное, программирует. Так вот, собственно говоря, программирование, основы статистики, АБ-тестов, базы данных, SQL. Это как бы такая вот ключевая история. Я бы дал совет, наверное, начинающим ребятам другой. Я вот когда, например, набирал к себе тоже команду ребят, я очень часто сталкивался с ситуацией, когда ко мне приходят вот джуны, стажеры, и они на как бы 100% видно, что они вот последние недели перед собеседованием повторяли все свои вот эти вот SQL и питоны. А я говорю, вот ты приходишь в команду рекламы, ты вообще слышал что-нибудь про рекламный аукцион, про каким-нибудь там CPC, CDR, я ему говорю, ничего не знаю. И вот это немножко как бы мне с ним получается и говорить не о чем, поэтому приходится ему только всякие задачки про монетку давать и код на песочке писать. Очень классный навык, очень классный совет ребятам, даже джуниорам и стажерам, что когда вы приходите в компанию, вы лучше за последние два дня уже оставьте в покое ваше питонное SQL, вы лучше посмотрите какие-нибудь конференции, доклады, статьи, о чем вообще занимается компания и почему-то нужны аналитики. Вот когда вы показываете, что помимо хардов вы еще и интересуетесь доменной областью, можете там что-то понимать, предложить, рассказать и так далее, это очень большой плюс. Мы на своих собесах прям ребятам даем задачки, ну вот прям продуктовые, ну типа вот пришел, вот менеджер говорит, вот я хочу метрику там счастья пользователя, вот как бы ты вот у нас, вот в нашем классифайде, как бы ты, что это такое, опиши мне. И вот пусть даже, допустим, там человек не помнит, помимо Т-теста, другие критерии, но зато если он здесь начинает мыслить, говорит, так, кажется, у вас там скорость до первого там контакта или продажи, допустим, автомобиля, это для вас важно, вот я такое люблю, я прям говорю, вот ты мой дорогой. Вообще умение правильно мыслить, какая-то вот связанность логическая, умение подходить к решению проблемы с разных сторон, но вот это системное мышление, креативное мышление, когда ты из какого-то хаоса пытаешься там что-то новое придумать, это, конечно, тоже очень важно. И такие ребята обычно классно на собеседованиях выделяются. У нас, конечно, вот это тут, как Толя говорит, есть хардскиллы, которые точно мы проверяем. Просто входной порог своего рода. Да, гигиенические требования для профессии, можно сказать. Потом большой кусок вот как раз софтскиллов, это там задачки, навыки коммуникации, презентации. Вот примерно на этом мы всё смотрим. Я так предполагаю, что ещё один софтовый навык, который нужен, это коммуникабельность, то есть самому найти, прийти, доказать, что там это действительно нужно, потом и защитить своё исследование, чтобы его бизнес в итоге взял. Аналитик очень много работает с данными, с таблицами, с цифрами. Когда ему качать вот этот навык коммуникабельности? Как бы обывательском, это скорее просто умение со всеми заводить знакомства, общаться. Для аналитика скорее важны эффективные коммуникации, то есть это уметь доносить информацию правильно и считывать, слушать её. То есть если ты в обе стороны информацию умеешь правильно доносить, это классно. Когда это качать, хороший вопрос. Обычно у нас ребята прямо на задачках это прокачивают. Приходят, допустим, бывшие студенты, они ещё не совсем умеют общаться с лидами, с тестировщиками, с админами, и мы прямо их сопровождаем, говорим, ну вот давай вот это обсуди. У нас есть такая практика, что мы прогоняем, допустим, финальные презентации, вот он делает какое-то исследование какое-то, и прежде чем показать менеджеров, мы говорим, покажи вначале внутри команды аналитики, расскажи нам, что ты хочешь сказать. И мы его поправляем, какую-то обратную связь сдаем, и ребята таким образом лучше начинают понимать. Такой предпичинг. Да, предпичинг. Они такие, а мне вот так надо сказать, а мне вот так. Но в целом, да, это, наверное, не часто встречающийся навык у ребят. Его качать надо, и любыми способами, не знаю, в магазине, наверное, во многом коммуникабельность это не про то, что ты можешь там за кофибрейком со всеми там, типа, поднимать все какие-то темы. Наверное, когда мы говорим про IT, здесь скорее важно, вот в целом, особенно сейчас там на удаленке мы там все общаемся в мессенджерах, и вот умение там явно донести свою мысль в абзаце текста, это на самом деле навык, которым не все сеньоры-то владеют. Вот, то есть это реально очень сложная штука, вот, и есть даже уже постепонечку появляется такого своего рода новый этикет, как вообще доносить свои мысли письменно в рабочей коммуникации. Это уже не просто коммуникабельность из разряда, как поддержать беседу на остраненной теме, это действительно чисто профессиональный технический навык. И особенно, когда аналитик к тебе приходит, должен понять, что от тебя именно хотят, вот, ты должен донести людям, понять то, что они хотели. То есть это вот довольно сложный такой социальный акт происходит, как бы, вот. Примите себя за правило, если хотите что-то сказать, потренируйте сначала эту мысль написать. То есть если она получается длинная, и вы ее перечитываете непонятно, типа, наверное, не очень хорошая идея. Очень классный, кстати, совет. Письменная речь важная штука, потому что я помню, когда я впервые начал писать какие-то абстракты статей, подаваться на конференции, и там, типа, опишите свой результат за 50 слов. Да, ладно. Я такой, это же невозможно, у меня же там, как бы, 800 страниц текста. Да, и действительно, это очень классный навык, и я прям приходил к ребятам поопытнее, и прямо смотрел, как они умудряются очень сложные вещи с какими-то многофакторными связями, реально уместить в абстракт-статей, где все понятно. Это очень классная тема. Вот когда сама профессия, там, продуктового аналитика только зарождалась, как правило, бизнес на тот момент предполагал, что аналитик – это такой специалист, который на основе данных поможет бизнесу принять правильное решение. Вопрос к вам, как к практикующим специалистам. Что сейчас бизнес ждет от аналитиков? Можно поправлю. Когда профессия зарождалась, бизнес часто не так четко представлял. Многие компании говорили «Вау, аналитик» или «Дата-сайенс». Что я сейчас вижу, многие компании, ну, в Казахстане, по крайней мере, я про Казахстан больше могу говорить, они начинают понимать именно, что аналитик – это как бы не палочка-выручалочка и не какой-то универсальный боец, который тебе все сделает, зарешает и то, и то, и то, а понимает, что это, ну, такая все-таки техническая профессия, которая тоже есть определенные пределы, и к ней есть какие-то требования, и у нее есть какие-то границы применимости внутри компании, поэтому сейчас как раз и появляются уже более мелкие там специализации внутри аналитиков. Кто-то прям чисто би-аналитик набирает, кто-то понимает, ага, мне-то продакт нужен, потому что бизнес уже начинает понимать свои потребности и где им не хватает вот этой функции аналитика. Ну, то есть, скорее, сейчас такой этап, вот как раз рынок начинает понимать, зачем же им нужны аналитики. Здесь, наверное, действительно важно точнить, что в целом-то идея верная, бизнес действительно хочет от аналитиков какие-то помощи принятия решений, но не нужно тоже испытывать иллюзии, чтобы устроиться аналитиком, и в первый же рабочий день вам придет с его компанией, так он скажет, помогайте, не могу тут бизнес-решение принять, только ты, вот человек, знающий SQL, должен сейчас мне подсказать, на практике, скорее всего, вы довольно долго будете заниматься маленьким кусочком зоны ответственности, который может даже напрямую не аффектить какие-то бизнес-решения, и, наверное, где-то уже только вот околосеньорные позиции позволяют потихонечку выйти за эти рамки и уже какие-то вещи бизнесу приносить пользу просто за рамками условно там поддержания отчетности и построения дашбордов. То есть, я бы сказал, что бизнес этого хочет, это такая супер важная цель, но это реально очень сложная штука и это как бы конец пути, а не такая повседневная деятельность. Если вот посмотреть на бизнес с точки зрения работодателя, ну вот бизнесу не всегда же легко нанимать специалистов, во-первых, то есть, не всегда бизнес понимает, как правильно оценивать специалиста, чтобы его взять под свои задачи. Это первый момент. А второй момент, не всегда бизнес может правильно ставить задачи аналитикам, вы сами об этом говорили. Вот что в таком случае вы можете посоветовать бизнесу? Чаще всего аналитика бизнеса возникает не на старте. Очень редко можно представить какой-нибудь стартап, который первые хайеры делают аналитиков. Обычно это маркетологи, разработчики, пиарщики, кто угодно, потому что если получилось в этот гэмбл выиграть, ты нашел какую-то идею, скорее всего у тебя вот эта стадия быстрого роста такого первого, ты растешь, и аналитики это как бы особо, наверное, не нужны, которые там что-то будут анализировать, как-то все само идет, постепенно ты выходишь на какое-то плато, и вот там выясняется, что уже без аналитиков никак. Поэтому я даже не знаю, как это упаковать в какой-то дельный совет, но, наверное, все-таки история смогла доказать, что data-driven культура лучше, чем data-driven культура. Поэтому я бы, наверное, все-таки бизнесу посоветовал, что даже если вы большая компания, которая уже растет, будьте готовы, что в какой-то момент времени вам точно потребуются и АБ-тесты, и ДВХ-платформа, и BI-системы, или вы просто неизбежно проиграете в конкуренции с ребятами, у которых тут уже давно есть, которые компании приходят на эти рынки новые для себя, уже супер готовы выстроенной и динамическим ценообразованием, и суперкрутыми приложениями, и пушами, и во всю эту историю уже без аналитиков нельзя. И поэтому получается, что если вы действительно занимаетесь не чем-то, что условно у вас кофейня, и вот тоже говорят, надо ли туда аналитика нанимать. Наверное, нет. А если у вас сеть кофеин, то кажется, да. Часто аналитика не возникает в компаниях, в которых сам менеджмент боится честно отвечать себе на вопросы, то есть вот эта готовность в какой-то момент сказать, ребята, давай все-таки честно скажем, мы спустили 20 миллионов чего-нибудь на какую-то компанию, это нам помогло или нет. То есть если внутри команды менеджмента особенно на топ уровне нет готовности первое время получать по голове за такие вещи, наверное, аналитика с трудом возникнет, либо она возникнет и остановится на этапе просто дашбордов у вас, когда дальше анализировать не надо, просто покажи нам циферки. Вот, то есть обязательно задавайте себе вопросы о том, что, допустим, стало ли лучше, стало ли лучше, чем вчера, стало ли лучше относительно какой-то контрольной группы. Правильно, если отвечать на вопрос, как правильно ставить задачи аналитикам вообще, что вот у нас в команде, ну, продуктовые команды и наилучших результатов обычно аналитики и вообще аналитика в какой-то команде достигается, если очень тесно работает бизнес и аналитика, если они прям рядом очень, не через 2-3 звена каких-то, а прямо они с друг дружкой прям очень рядом, обычно это наилучшие результаты достигаются. Ты имеешь в виду напрямую, если идут? Напрямую взаимодействие, то есть прям продакт-оунер какой-то, я не знаю, продакт-менеджер напрямую спрашивает у товарища аналитика, скажи, пожалуйста, вот это что дает? А вот ты об этом что думаешь? Если они напрямую общаются и напрямую генерят идеи, это, как правило, лучший результат, ну, как минимум в продуктовых командах, то есть, ну, в каких-то интернет-проектах это, наверное, такой вроде зарекомендовавшийся best practice. Вот еще если совет про то, как работать с аналитикой, вот вроде было даже большое исследование, почему некоторые вот компании-единороги выигрывают в итоге, ну, то есть, я сейчас не вспомню автора, англоязычное было исследование, и они поняли, что, ну, такие компании, как, допустим, там, Amazon и прочее выигрывают за счет того, что они умеют тестировать очень много идей, то есть, это как бы стратегия, там, fail fast, то есть, ты просто должен уметь честно проводить очень много экспериментов, уметь откидывать много-много вещей, потому что, вот, есть по отрасли такая велистика, что, ну, грубо говоря, как бы по закону Парета только 20% идей выстреливают, 80%, даже несмотря на то, что они вроде классные вам кажется, вы выкидываете, это значит, что вы должны как можно больше успевать тестировать, поэтому тоже такой совет, типа fail fast, умеете быстро, честно откидывать идею, переходить к следующей, вот. Ну, содержать команду аналитиков, это для компании может быть дорого, да, начиная от тех самых хранилищ данных, заканчивая зарплатами специалистов. Что делать, если у бизнеса нет столько финансовых возможностей, но аналитик нужен? Ну, я могу ответить, в принципе, да, на самом деле, есть куча инструментов, вообще, бесплатных, на самом деле, даже, которые уже вам закроют, там, процентов 80 аналитики на старте. А, например, какие-то? Ну, Яндекс.Метрика, Абметрика, это если из российских, там, Гугл Аналитика, Файрбейс, это если из гугловских, то есть, если у вас приложение какое-то или сайт, то вот эти инструменты вам на старте, там, ну, даже 90% вещей покроют и по ДВХ, и по конверсиям, и даже по каким-то АБТестам, по АБТестам, кстати, да, Оптимайз для веба, Файрбейс, допустим, для апок, может тоже бесплатно, то есть, если у вас небольшой сайт, вы это вообще все бесплатно всегда получаете, то есть, там даже не надо тратиться там на какую-то инфраструктуру, там, железо какое-то поднимать, и часто достаточно каких-то базового курса, там, ну, там есть прям обучающие, тоже бесплатный курс, вот, то есть, если вы, как ты говоришь, небольшая компания, но вам уже надо, допустим, следить за популярностью разделов там небольшого вашего интернет-магазина, то вы можете вот с этого начать. Те же Инстаграмы, Фейсбуки, у них тоже, как правило, есть своя небольшая админка аналитическая, вы тоже можете ее юзать, там, ничего особо не требуется. Спасибо. Да, абсолютно верно, аналогия, мне кажется, это как вот с тем, как сделать лендинг. Еще не так давно сделать лендинг, это реально была сложная таска, нужно было нанять какого-то человека, который тебе, как там, поднимет какой-то бэкэнд, напишет какой-то фронт, чтобы все это работало друг с другом, потом появляется условная тильда, и выясняется, что лендинг можно сделать там самому за 5 минут, просто как конструктор собрать, и это реально будет выглядеть нормально. Вот, с аналитикой то же самое. Действительно, все больше и больше на рынке становятся предложения именно для аналитического сопровождения продуктов, особенно целевым сегментом которого является SMB, то есть такие небольшие компании, и зачастую, да, одного хорошего веб-аналитика может быть достаточно, чтобы довольно большой процесс взять на себя. Очень часто слышу на рынке такую фразу, как data-driven company. Просветите, что это вообще такое, и почему все стремятся туда попасть. На самом деле, все больше это слово, оно, да, идет в такую, как бы, зону то же самое, что, типа, там вводит пакет с коммуникабельностью. Все больше такую подозрительную коннотацию получает, но пока еще оно держится, оно действительно пока еще такое реет флагом за спинами аналитиков. Немножко привлекательно. Еще пока, да, еще пока привлекательно, да. Вообще, data-driven, это тоже очень такая, просто, условный термин, когда компания умеет принимать решения на основании данных. Ну, как бы, принимает решения на основании данных. То есть, что это такое по-настоящему, это по-разному. У кого-то это очень мощный ML, куча там систем обо-тестировании, у кого-то это просто там Google-аналитика. Тут уже, наверное, я не смогу сказать, при каком уровне объема вашей там базы данных ДВХ начинается data-driven. Такого нету, конечно, ответа, да. Но, вот, Тима говорил про fail-fast, про какую-то культуру экспериментов. По сути, это все же вот та же самая терминная эксперимента, это просто отводит нас уже чисто к такому научной терминологии. То есть, это просто один из самых адекватных и объективных способов исследовать реальность. И ты можешь делать это либо основываясь на какой-то собственной интуиции, что в целом, наверное, тоже работающий подход. Я не думаю, что там Стив Джобс, наверное, когда принимал свои самые классные решения дизайнерские, он сидел там и SQL шатал. Возможно, у него был какой-то вижен, который просто выстрелил. Но, если вы думаете, что и у вас тоже выстрелит, и я буду только как Стив Джобс, это, возможно, опрометчивое решение. И, скорее, большая часть компаний как раз-таки на этом и поскользнется. И просто, да, data-driven это попытка, это не что-то, что отрицает вообще концепцию Стива Джобс, это просто ждет рука об руку с вашей интуицией, но вы, помимо того, что вы выбрали какой-нибудь там фокус развития, теперь у нас сегодня есть все возможности проверить это условно-экспериментально. И такой подход, он просто чисто логически кажется наилучшим из всех остальных. Если есть опция провести эксперимент научным, доказать, что именно вот эта система рекомендаций работает лучше, чем другая, кажется, только так и надо делать. Еще один вопрос, который, честно, меня очень давно мучает, что все-таки для аналитика важнее всего в исследовании? Прошлое, настоящая информация или, не знаю, какое-то эфемерное будущее? Аналитика тоже, да, разная есть, есть там, допустим, дескриптивная, она часто просто говорит, опиши мне, что было там в прошлый месяц, то есть она тоже очень полезная бывает. Есть, да, как раз предиктивная аналитика, вот у нас в командах мы, допустим, да, мы всегда сосредотачиваемся, ну, допустим, когда есть сессия стратегическая, мы на год вперед придумываем проекты, мы обязательно хотим посмотреть прогноз, ну, как бы нативный, что было бы, если вот у нас все те же самые факторы на текущий момент сохраняются, как будет расти там с учетом сезонности, тренда, какой-то интенсивности работ. И мы уже видим на год вперед какая-то предиктивная аналитика, мы можем сказать, блин, мне кажется, там не успеваем, давайте какой-то проект сделать. Для таких задач, наверное, больше будущее важно. Есть еще как бы, ну, как прескриптивная, то есть, что надо делать, это тоже, наверное, про будущее. Ну, скорее, получается, ответ такой, что зависит от самых задач исследования, то есть, иногда прошлое гораздо важнее, вот, иногда будущее важнее. Не знаю, по-моему, туманно очень ответил, но мы аналитики так любим, мы на джерман. Тут сильно зависит задача, но на самом деле это как вопрос, вот зачем изучать историю, там, чтобы понимать прошлое, чтобы предсказывать будущее, то есть, в этом смысле, как бы машинное обучение, но во многом про это, то есть, там, вот предсказания, предикшены, предикшены и все далее, то есть, используя какие-то прошлые данные, ты можешь делать какие-то очень интересные прогнозы про будущее, корректировать настоящее, в этом смысле кажется, что свою точку лучшей комбинации мы достигаем, когда все третие факторы у нас в аналитике учитываются для компании. Очень интересно. Потому что, например, вот опять же, можно привести пример, там, компания, не занимается, грубо говоря, прошлым и настоящим, это так же плохо, как компания, у которой развернуты миллиард хадупов, и там лежат эти логи терабайтами, но она с ними вообще ничего не делает, и они просто так, и вот эта бигдата, она хранится и просто лежит, ну, как бы, и все. То есть, получается, что одно без другого действительно во многом не работает. Толя, наверное, сейчас у меня, там, в первую очередь вопрос будет, который адресован тебе. Вот если говорить о моменте входа в позицию, да, или даже, там, говорить о практикующих аналитиках, то есть, все время технологии развиваются, появляются какие-то новые инструменты, чтобы, там, улучшить работу свою, автоматизировать какие-то процессы и так далее. Все время мы обучаемся. Вот что лучше, по твоему мнению, взять какой-то дорогой курс или все-таки курс подешевле? Ну, это вопрос такой, что лучше, там, взять машину дороже или машину подешевле, вот, то есть, это сильно зависит от задачи. Я, если честно, вообще всегда в такую маркетинговую позицию занимал, я сам вот продаю курсы за деньги, но при этом, например, когда вот стартап только-только запускался, я сам работал в отделе продаж. И человек мне звонил, я ему позвонил друг, говорю, здравствуйте, это Анатолий Карпов. Они такие, о, кута, я говорю, да-да-да. Я хочу у вас купить курсы. Я всегда говорил, типа, вот у нас есть бесплатные курсы, сначала их пройди. Главное, чтобы качество было хорошее, вот, как бы, дорого или дешево, это уже немножко вторично, потому что, как бы, там, если качество хорошее и инвестиции реально классное, то курс окупится. Наверное, последний вопрос. Вот сейчас вы, как эксперты, как профессионалы, можете спрогнозировать, сказать вообще, что ждет рынок аналитиков в ближайшее время, на что нужно обратить внимание и чему стоит все-таки учиться? Я думаю, что довольно сильно будет меняться рынок, будут все более и более прочерчиваться более явные профессии аналитические, то, что мы начинали, что постепенно термин Data Scientist даже не таким же устоявшим, как термин Computer Scientist, потому что, скорее всего, мы будем явно говорить либо ML Engineer, либо бизнес-аналитик, который занимается консалтингом, как бы все это непонятно. Но кажется, что вот сама профессия точно сохранится и будет только набирать обороты просто под силу того, что как раз я говорил, что, по сути, Data Driven, Аналитик, Data Science это просто один из самых логичных и корректных методов познавать реальность, даже если ты работаешь в бизнесе и в науке, вне зависимости от этого. Data Science, по сути, если так упростить, то как там математика позволяет делать бизнес лучше. Я думаю, что этот подход еще долго будет работать. Я не вижу каких-то таких физических причин, по которым вдруг выйдет статья, где скажут, что АБТ-сты это на самом деле плохая идея, как бы не нужно их проводить, есть способы получше. Поэтому я в этом смысле думаю, что, а, точно на рынке будет все хорошо, б, здесь как никогда подходит эта фраза, что чтобы оставаться на месте, нужно бежать вперед с удвоенной силой, и порог входа будет все более и более сложным, поэтому вот это окно возможностей, оно пока что еще существует, это называется там ворваться в IT, в IT-IT, вот, но я думаю, с каждым годом надо будет все больше и больше, все серьезнее и серьезнее к этому подходить, чтобы конкурировать за позиции, особенно джуновские. Потому как развивается ситуация на рынке, выглядит так, что да, мы еще на плато вот это не добрались на рынке, сейчас скорее, да, первичная фаза взрыва такая проходит, и скорее, да, начинают доуточняться требования, обычно это происходит в начале какого-то развития технологии или какого-то рынка, наверное, поэтому я тоже могу предположить, что в будущем тоже будет идти рост, это видно и по количеству вакансий, и по там динамике зарплат, и там по тому, как подстраиваются образовательные, даже университеты уже, то есть вроде выглядит, что рынок на самом деле наоборот будет расширяться, ну, не знаю, там 10-15 лет точно. Толя, хороший аналитик в двух словах. Узнает статистику. Дима? Друг и партнер бизнеса, партнер бизнеса. Следующий вопрос к тебе, Дим. Отличие хорошего курса по аналитике от плохого? Много примеров. Ну, много примеров. Много примеров. Толя? Я хотел сказать, это Толин курс карпула. Это курс Толи карпула. Хорошо. Толь, купить готовый инструмент или создать его с нуля? Да, наверное, всё-таки купить готовый. Тима, ты как думаешь? А мы всё время с руки чешутся, мы любим что-нибудь посоздавать. Но иногда всё-таки готовый тоже хорошее решение. Обычно выделяют четыре вида аналитики. Описательная, диагностическая, прогнозная и предписывающая. Так вот, вопрос. Какой этап в вашей компании был самый тяжёлый, по твоему мнению? Мне двумя словами надо сказать. Блин, сколько-то никак. Между диагностической и предиктивный получается. То есть, это такой самый сложный переход обычно. Толя? Я, наверное, соглашусь. Да, да. Это действительно такой самый тяжёлый, это пожалуй. Тогда следующий вопрос к тебе отрисуем. Частотный или боецовский подход к АБТ-стам? Частотный, частотный. Я подготовилась. Да, да, да. Зима? Ну, я поскольку Толя на курсы проходил, я тоже частотник. Хотя мы боецовский тоже изучаем. Хорошо. Пивали 005 или 001? 001, конечно. 001, да, получше будет. Что лучше? Из менеджера в аналитика или из аналитики в менеджер? Интересный вопрос такой. Можно одним предложением? Угу. Очень тяжёлый вопрос. Очень тяжёлый вопрос. Я же сам задумался. Спасибо, Макс. Да, очень тяжёлый вопрос. Кажется, что здесь я попробую всё-таки, наверное, как-то... Не, не могу. Я не могу. Я честно не могу сказать, что лучше. Кажется, что это... Кого больше любишь, маму или папу? Давай для тебя. Для меня, С твоим опытом. Для меня, наверное, это был понятный переход второй истории. Из аналитики в менеджерскую историю как раз-таки потому, что кажется, что человек, у которого в бэкграунде аналитик, это прям очень классный менеджер. Угу. Я согласен. Я тоже хотел сказать из аналитики в менеджер. Самый крутой менеджер, с которым я общался, это как раз ребята, которые раньше работали аналитиками. Ты ему говоришь, а он такой всё понимает. Ты такой... Коммунитабельный потому что. Ничего себе, я такой думаешь. Возникла идея радовать вас не только интересными эпизодами, но и крутыми подарками, от наших гостей. Теперь в каждом выпуске вас ждёт конкурс. Механика участия в конкурсе очень простая. Вам нужно быть подписанным на наш YouTube-канал, ставить лайки к каждому эпизоду. В конце каждого выпуска спикеры будут задавать свои вопросы, ответить на которые нужно в комментариях под эпизодом. Задание нужно выполнить в течение недели после публикации, спикеры выберут понравившийся комментарий. Объявлять победителей мы будем через эпизод. Например, победители первого эпизода мы объявим в третьем, победителей второго эпизода мы объявим в четвёртом. Ну что, погнали? Конкурс! В комментариях под этим видео расскажите свою историю, как вы пришли в аналитику. Вместе с гостями мы подведём результаты и выберем две самые классные истории и наградим вас памятными призами от Колеса Групп и Карпов Курсис. Ну, а мы, пожалуй, на этом позитивном моменте будем заканчивать. Ребята, спасибо вам огромное, что сегодня вы нашли время в своём плотном графике и пришли к нам в студию. Подписывайтесь на наш канал, шерьте ссылки с друзьями, с коллегами, предлагайте темы для новых эпизодов, пишите ваши честные отзывы, мы всегда всё читаем. Увидимся и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока! Всем пока! Пока, ребят! Субтитры сделал DimaTorzok